На должность главы городского округа претендовали 4 человека. После рассмотрения заявлений конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов Владимира Ружицкого и Кирилла Тимошкова. Решающее слово оставалось за народными избранниками. До начала голосования председатель совета депутатов Сергей Антонов зачитал характеристики кандидатов. Согласно сведениям, представленным конкурсной комиссии, Ружицкий Владимир Петрович отвечает всем критериям и требованиям, предъявляемым к кандидатуре на должность главы городского округа Люберцы. Имеет большой практический опыт работы в органах местного соуправления. Тимошков Кирилл Александрович отвечает критериям и требованиям, предъявляемым к кандидатуре на должность главы городского округа Люберцы. Имеет опыт работы в органах местного соуправления. На заседании присутствовал 31 депутат, 29 из них проголосовали за назначение главой городского округа Люберцы Владимира Ружицкого. Отныне он будет занимать этот пост ближайшие пять лет. К исполнению своих полномочий Владимир Петрович должен приступить не позднее 8 мая. «Для меня это достаточно ответственный момент, достаточно полнительный, хотя я работаю не один год. Эти годы мы со многими в этом зале работали вместе, плечом к плечу решили те вопросы, которые необходимо решать для жителей, для территории. И даю себе отчёт, что эти вопросы можно решать только опираясь на депутатский корпус, на мнение жителей и просто в плотном взаимодействии с правительством Московской области». Затем народные избранники продолжили свою работу. В повестке дня было рассмотрение вопроса о принятии за основу проекта решения об исполнении бюджета Люберецкого района за минувший 2016 год. Свои доклады зачитали сотрудники администрации всех пяти городских поселений.